Педагогический бунт. В большеречи разгорелся скандал вокруг аварийного состояния основной общеобразовательной школы. Учебное заведение все последние годы испытывает недостаток финансирования. А это привело к тому, что во время уроков протекает кровля и отваливается штукатурка. Чиновники, видимо, закрывают на это глаза, принимая ее каждый раз к новому учебному году и подвергая опасности учеников и учителей. Последних поддерживают родители. А вот представители власти к правде отнеслись странно, запугивая нашу съемочную группу полицией и Росгвардией. Константин Ткачев отправился в большеречи и выслушал мнение сторон. Ему слово. Эти фотографии облетели весь интернет. Отчаявшиеся родители и учителя устали молчать и делать вид, что все прекрасно. Плесень, грибок, сырость стали неотъемлемой частью учебного процесса. Попав внутрь школы, мы убедились в подлинности снимков. В самом центре коридора лужа, как намек на халатное отношение власти к системе образования. Конечно, волнение испытываю, тревогу испытываю. Все-таки это родная школа. Я здесь проработала 18 лет. Жалко. Свой труд жалко, потому что каждый год делаю сама ремонт лично. Белю, мою, крашу, убираю. Дискомфорт испытываем. Хочется, чтобы все-таки проблему не замалчивали, а решали. Чтобы выделили достойные средства, чтобы не было отписок, чтобы все-таки крышу отремонтировали, и дети учителя в комфорте работали спокойно. Почти в каждом кабинете потеки на стене. Кто-то пытается их неловко спрятать за шторами, а это уже свежепокрашенная стена. Замазать и спрятать следы опять не получилось. Как признаются учителя, все это было сделано наспех и накануне нашего приезда. У нас течет на голову детям вода, когда бежит у нас с крыш. У нас получается сразу первый этаж и протекает сюда. Ну и, соответственно, сами видите, что у нас покрывается плесень. А как с проводкой вы справляетесь? Как дети-то сидят здесь? А вот так и справляемся. Когда бежала вода, нас сразу вот прям на проводку бежала между лампами, мы подвигали вот сюда вот ближе парту и ставили там ведро. Школа относительно молодая, ей всего 25. По признанию педагогов, капитальный ремонт не проводился ни разу. Несколько лет назад поменяли кровлю. С тех пор и начались водные процедуры. Да и снаружи школа мало напоминает учебное заведение. То тут, то там отваливается штукатурка. Зияющих дыр с каждым днем становится все больше. Фотографии, которые я делала до того, два года назад, могу их показать. Ну, мало что поменялось за два года. Единственное, полы на втором этаже заменили и все. Остальное проблема крыши осталась. Директор ничего не делает для того, чтобы все-таки наша школа не развалилась. Сами видели вот эти вот все плиты. Все сыпется, все льется. Это хорошо дождя не было, иначе мы бы заставили кучу ведер, ну и холодный душ. Каждый год родители скидываются на ремонт школы, а учителя его выполняют собственными силами. И никто из них не знает о реальных цифрах бюджетного финансирования. Им говорят, что это тайна. А ремонт становится похожим на уроки по ОБЖ. В классах бежит. Вода капает на голову детей. Парты стоят вдоль стен в некоторых кабинетах. Вот в этом кабинете там вообще стена вывалилась, можно сказать. Грибок везде. Но ведь эту школу наверняка приняли к первому сентября. Конечно, конечно. Замечательнее было, видимо? Показывали те места, которые... Ну, все, наверное, делали вид, что все хорошо. Комиссия делала вид, что все хорошо. И наша администрация делала вид, что все хорошо. Просто какие кабинеты не нужно было... Они закрыты, но так же, как у вас сегодня. То есть провели только, открыли только те, где все хорошо. Да. Там, где сделан был ремонт за счет родителей и учителями лично. Только те кабинеты. А вот выделяются какие-то средства ежегодно на ремонт этой школы? Вы знаете, мы не знаем, отчет нам не дают, выделяются или не выделяются. В классе я делаю ремонт за свой счет, за счет родителей, своими руками. Вы даже сумму вам не знаете, да? Мы не знаем, но мы ее перед нами озвучиваем. Перед нами никто не отсчитывается по этому вопросу. Мы не в курсе. То, что ремонтируются кабинеты за счет родителей, это правда. Мы всегда все покупаем на свои деньги. Раскрыть секрет финансирования мы попытались в местном комитете по образованию. Он находится в этом здании, внешне очень напоминающем ту самую школу. Но нас здесь, наверное, не очень были рады видеть. Руководители как будто спрятались, хотя по всему было видно, что готовились к чаепитию. Извините, что незваные гости испортили вам аппетит. Ни заместителя комитета, ни ведущего специалиста нету. Главный специалист, ведущий специалист. Тоже, пожалуйста, пустой кабинет, тортик. Мы видим чаепитие здесь. Словно все куда-то сбежали, спрятались, испугались, растворились. Хотя рабочий день в самом разгаре нет никого. Нет никого в комитете по образованию Большереченского района. Странный комитет. Тем временем к четвертому уроку появилась директор школы Ольга Киселева. Женщина крайне была возмущена нашим неожиданным визитом и отказалась открыть дверь в этот кабинет. По некоторым данным, именно он сейчас выглядит хуже остальных. Якобы запасной ключ потерян. Директор уверяет нас, что вся проблема в грунтовых водах. Мол, почва гуляет. Хотя и знает, что для качественного ремонта надо примерно 8 миллионов рублей. Задаем ей простой вопрос. Какие меры предприняты для спасения школы? А вы для чего эти вопросы даете? Как для чего? Я хочу понять. Я хочу понять, что происходит у вас здесь. Я задаю вопросы. Я разговаривал с учителями. Я разговаривал с родителями. Все, ну, мягко говоря, недовольны вашей работой. А можешь как это объяснить? И без комментариев. Почему? И без комментариев. Вы работаете в педагогическом составе. Здесь учителя, хорошие учителя, родители. Но вы что-то и можете сказать, объяснить-то, что происходит? Почему такая напряженная обстановка внутри школы? Ну, задайте вопросы, вам, наверное, ответили коллеги. Коллеги. Но вы как директор не в курсе этих конфликтов? Почему? Я в курсе этих конфликтов. Ну, что происходит, а скажите, пожалуйста. Нет, не могу рассказать. Директору отводится здесь особая роль. По некоторым данным, она в постоянном конфликте с учителями и родителями. Поступают жалобы и от школьников. Как уверяют местные жители, в Комитете по образованию об этом знают, но пока никаких мер не предпринимают. По понятным причинам, мама одного из учеников скрывает свое лицо и голос. Только на таких условиях она согласилась раскрыть нам некоторые непедагогические вещи. Мне ребенок рассказывает, что она приходит в класс, зашла, и лежала у детей на парте, лежала ручка. Она мимо проходя и столкнула с стола авторучку. Дети стали ей говорить. Ольга Петровна, почему вы столкнули ручку нам писать, и вы на нее наступили? Она повернулась и сказала, что я здесь хозяйка. Все, что хочу, то я и делаю. На каком основании? Мне вот интересно. Почему такое отношение к детям? Вот так с детьми она общается? Да, да. Ну, пришли дети, и мне вот такое говорят. Почему она вот так общается? Кто она такая? Мы предпринимаем еще одну попытку найти председателя комитета по образованию Большереченского района Валентину Шульгину. Но та словно растворилась. Зато на месте оказалась Людмила Эбергард, курирующая финансово-хозяйственную деятельность сферы образования всего района. Кажется, уж она-то наверняка и точно владеет всеми цифрами и суммами. Но женщина предпочла убежать от неудобных вопросов. Скажите мне, сколько финансово выделяется на эту школу? Будет ли ремонт этой школы? Я не слышу ответов. Почему вы молчите-то? Вам сказать нечего? Скажите, пожалуйста, что происходит с этой школой? Какое у нее финансирование? Когда будет капитальный ремонт кровли? Вы меня слышите? Нет, не слышу. Куда вы убежали-то? Вы не убегайте, пожалуйста. Давайте поговорим. Что? Я не буду разговаривать. Почему? Вы должностное лицо. Вы отвечаете за эту школу, в том числе по состану финансов. Я спрашиваю. Вы тон разговора, во-первых, поменяете. У меня нормальный тон. Вы не убегайте, пожалуйста. Вы просто специально выводите на... А что вы бегаете-то? Вы просто выводите специально на эмоции. Что вы бегаете? Не надо никуда метаться. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Что будет с этой школой? Политет по отзыванию. Вы финансируете? Нет. Какие финансы выделяете? Скажите, пожалуйста. Людмила Сергеевна, мы знаем, что вы там. Выйдите, пожалуйста. Людмила Сергеевна, выходите, не закрывайтесь. Давайте пообщаемся. Неужели вам безразлична судьба этой школы? Но мы знаем, что вы там, Людмила Сергеевна. А это уже школа, которую не так давно посетила мэр Омска Оксана Фадина. Якобы кандидат в Госдуму от «Единой России». До разваливающейся школы в родном поселке она не доехала, предпочитая, видимо, не отягощать себя этой проблемой. Мы хотели сравнить и выяснить, есть ли различия. Однако столкнулись с сопротивлением со стороны директора, который повел себя уж совсем не педагогически. Руки уберите, пожалуйста. Когда вы живете в школу? Очень приятно. Что вы хотели? Меня зовут Константин Ткачев. Депутат Заксобрания Омской области. Что, ну и? Я хочу пройти, посмотреть, как у меня нормальная школа. Нормальная школа. Я хочу посмотреть. А что такое? А что такое? Я пока не разрешаю. А мне не надо ваше разрешение. Подождите, давайте мы не будем так. Есть федеральный закон. Разрешите, я буду его соблюдать. Вы тоже соблюдайте, пожалуйста. Заходите, что вы? Вам нельзя. Кому-то можно, а кому-то нельзя. Кому-то можно. Кому можно? А Фадина была здесь, скажите? Фадина здесь была? Нет, не был. Ну что вы брете? Подожди, что за разговор такой? Анатолий Куликов, учитель высшей категории, член Единой России, экс-депутат. Чего-то опасаясь, вызвал зачем-то Росгвардию. Весьма странный пример для всего педагогического сообщества, объяснить который он так нам и не смог. Скажите, пожалуйста, почему Фадина можно прийти сюда, а мне нельзя? Они пришли, постояли и ушли спокойно. Фадина, почему можно прийти сюда, а мне нельзя? Вокруг школа обошла, посмотрела и все, ушла. Внутренне заходила она. Вот сюда здесь была, как вы стояли за сном. Так а почему вы нас выгоняете тогда? Ну так стойте здесь, не на туда проходить. Так мы здесь и стоим. Вы же нас в коридор, в коридоре нас не пускали. Я пошел сюда, вы туда пошли. Почему ей можно, а нам нельзя? Кто она такая? Скажите, пожалуйста. Подписывайтесь в комментариях. Объясните мне, почему ей можно, а другим нельзя? Потому что, возможно, не было учебного процесса, значит, в это время. Это был рабочий день, будний день. Нет, вы что сейчас хотите? Я хочу получить ответ. Вы вызвали полицию. Когда Фадина приезжала, вы тоже полицию вызывали? Я не приглашал. Она была на улице, обошла, посмотрела здание. Она здесь была? Сюда зашла, посмотрела и ушла. Ну а что из меня? Ну я пришел сюда. Нет, ну туда же она... Ну я туда не прошел. Я посмотрел ваши стены, потолки. К сожалению, узнать мнение большереченских чиновников о судьбе школы нам так и не удалось. Между тем, все активнее муссируются слухи о ее возможном закрытии. Поведение руководителей вынуждает родителей обратиться в Генеральную прокуратуру. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...